У нас сегодня Александр Анатольевич в гостях. Он будет делиться Словом Божьим. Пожалуйста. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня я прошу вас открыть послание к евреям, 11 главу. Очень рад быть снова в вашей церкви. Всегда это большое благословение для меня. И я верю, что не только я делюсь, я очень много получаю здесь на этом месте. Итак, евреям, 11 глава, я хочу поделиться сегодня на тему «Стигматы» – это потопных героев веры. Может быть, звучит пока непонятно, но мы разберемся по пути. 11 глава, мы прочитаем первые семь стихов. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верую Авель принес Богу, жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ей он и по смерти говорит еще, верую Иенах переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Верую Иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Итак, стигматы допотопных героев веры. Стигматы – это такие болезненные раны, которые возникали у некоторых последователей Иисуса Христа в истории христианства непроизвольно, а у некоторых людей произвольно. Это люди, скажем так, клиенты психиатрического отделения. Но на самом деле это раны, считаются, в которых в тех местах были забиты гвозди в руки и ноги Господа Иисуса Христа. Но мы вообще не об этих стигматах будем говорить. Мы будем говорить о стигматах веры. О ранах, которые наносятся нашей вере в Господа. Нашей вере в Его откровение, которое Бог нам дал. Откровение Слова Божьего. И мы сегодня поговорим о стигматах допотопных героев веры. И в то же время увидим, насколько это актуально для нас, для людей, которые живут сегодня в 21 веке. На самом деле у каждого поколения христиан есть свои стигматы. Например, первые христиане, они были чрезвычайно гонимы. Мы видим, что христиане 4-5 века и дальше, мы видим, что их стигматами было такое соединение с государством. И в результате, когда церковь стала практически государственной, получила такой карт-бланш от государства, вы знаете, это не сослужило ей добрую пользу. Она ослабла в результате. Мы также можем увидеть, как в Средневековье стигматами для церкви было то, что церковь, она переживала такой высушивающий ветер схоластики. Богословские идеи настолько высокие, настолько отвлеченные от жизни, что никак они не могли быть применимы к практике жизни христиан. И это просто также очень сильно ослабляло церковь. Есть и современные стигматы у поколения современного христианства. Но мы поговорим о людях, которые жили в допотопный период времени. Говоря о людях веры в Евреям 11 главе, мы видим, что автор перечисляет, начинает с трех героев, которые живут до потопа. И мы на них сегодня чуть подробнее остановимся. Но прежде чем говорить о стигматах, стоит начать с веры. Мы видим, что посланник евреям дает нам определенное определение в первом стихе. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Есть английский пастор, богослов Эрте Кентл. И он сокращает определение до следующей фразы. Он говорит «уверенность в Боге». Уверенность невидима. Нам сразу нужно здесь сделать такое объяснение. Дело в том, что это не уверенность в том, что вот что-то я не вижу, о чем-то я молюсь, и я хочу, чтобы это реализовалось, это сделалось. Это не какое-то явление или процесс, который я ожидаю увидеть на земле. Невидимый – это Бог. Уверенность невидимым в Евреям 11.1 – это Бог. И мы видим, что эта мысль, она повторяется и в дальнейшем в этой главе, когда говорится о Моисее, что он, как бы видя невидимого, был тверд. В своей вере, и он следовал откровениям, которые были в жизни этого Божьего человека. Итак, уверенность в Боге. Ты убежден, уверен, ты доверяешь Богу, ты удостоверен в Его характере. И в то же время, когда Бог что-то говорит, ты уверен, что это является истиной. Библейская вера, она как бы складывается из двух столпов. Во-первых, мы доверяем Божьему характеру. Мы верим, что Он – совершенство. Мы верим в Его благородство. Если Бог что-то говорит, Он не лжет, Он не обманывает. Это так и есть. И, во-вторых, мы верим в то, что, когда Он говорит, вот это откровение мы принимаем, это Его Слово. И в результате у нас рождается вера. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Но дело в том, что если у нас где-то есть проблема в какой-то из двух этих частей, или мы, например, сомневаемся в откровении Божьем, например, звучит Божье Слово, но мы его не принимаем как Божье Слово, то у нас не будет библейской веры. Например, Писание говорит, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. То есть звучало Божье откровение, звучало Божье Слово, но оно не было принято как Божье Слово. В результате библейской веры не возникло. А иногда люди держат Библию в руках, они верят, что это Слово Божие. Но из-за обстоятельств жизни, из-за каких-то других, может быть, причин, они не доверяют Богу, несмотря на то, что они верят, что Библия – это Слово Божие, не могут довериться Его характеру и опереться на это Слово. Нужно и то, и другое, и доверять, что Библия – это Слово Божие, и, во-вторых, доверять характеру, совершенству Господа. В некоторых случаях, когда мы верим в Божие откровения, от нас ничего не требуется. Мы просто пассивно доверяем Богу и принимаем информацию, которая нам доносится в Слове Божьем. В этом случае, как говорит третий стих, мы что-то познаем, познаем реальность, которая произошла когда-то или происходит сегодня. Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимо. Смотрите, от нас ничего не требуется, чтобы что-то познавать. Например, мы верую познаем, что Земля была сотворена, что это не результат космического взрыва, а это результат того, что Бог сотворил Землю. Мы верую познаем, что Адам прожил 931 год. Мы верую познаем, что Ной спался от глобальной катастрофы на лодке, которая в Библии названа Ковчегом. Мы верую познаем, что Авраам зачал сына Исаака в 99 лет, и в 100 лет этот сын появился. Мы верую познаем, что когда-то на небесах был бунт, и помазанный Херувим, он упал. Мы верую познаем, что когда-то в Египте Израиль был в рабстве. От нас ничего не требуется. Мы просто доверчиво принимаем эту информацию, вот как было. У нас, может быть, разные мнения были. Оказывается, реальность такова, как говорит Божье Слово. Но иногда откровение Божьего Слова, оно требует от нас активной реакции, чтобы мы что-то делали. В первом стихе говорится, вера есть осуществление ожидаемое. В этом случае ты осуществляешь то, что ты ожидаешь. Ты должен как-то прореагировать на то откровение, которое ты получил. Это называется экспериментальная вера. Мы можем увидеть, что люди в 11 главе евреям, они все имеют не только спасительную веру, но они имеют экспериментальную веру. Они должны как-то активно прореагировать на то откровение, которое они имеют. Очевидно, Авель, он что-то знал о том, что жертва должна быть кровная. Как он знал? Мы не знаем, Бог ли непосредственно ему сказал. Или через родителей. Мама ему это донесла, отец ли ему это донес. Что первая жертва, которую Бог принес в Эдемском саду за грехи человека, это было животное. И в результате были сшиты одежды для Адама и Евы, для того, чтобы грех был их прощен, и они могли продолжать жить. И ему нужно как-то на это было прореагировать. И сказано, веру он принес жертву лучшую. То есть он именно такую жертву и принес. Мы не знаем, какое обещание было у Еноха, но он, очевидно, имел какое-то обещание, возможно, даже о том, что он будет восхищен. Но в любом случае он имел обещание какое-то о том, что это угождает Богу, ты переживешь какое-то благословение. И он искал Господа, он ходил с Богом. И шестой стих говорит о том, что ищущим Его он воздает. И шестой стих, он связан именно с Енохом, с пятым стихом. Ищущим Его он воздает. Каково было его воздаяние? Мы видим, что он ходил с Богом, и Еноха не стало. Бог забрал его, переселил, так что он не видел смерти. Мы видим, что Ною пришлось прореагировать на то, что Бог сказал, я буду топить эту землю. Это было тогда, когда не шел дождь. Дело в том, что земля была сотворена таким образом, что был просто водный свод над землей. И сказано, что экология была такова. Она выглядела следующим образом. Пар поднимался и опускался, и орошал землю. И в этот момент, когда еще не было дождя ни разу, Бог сказал, что он потопит землю. Мы сегодня видим осколки этого водного свода на небесах, когда мы видим облака, которые проходят над нами. А иногда мы видим, наоборот, отсутствие этих облаков. Но это все, что осталось от этого водного свода. Экология была совершенно другой. И в этот момент ему надо было принять веру. И он начал строить корабль, который Бог ему сказал, чтобы спастись, как-то активно реагировать. Это была его экспериментирующая вера. Эрте Кендалл написал книгу «Уверенность в Боге», которая посвящена Евреям 11 главе. И вот он говорит о том, что если приглядеться ко всем героям веры в Евреям 11 главе, они все делали что-то новаторское, исключительное, то, что до них никто не делал. Они должны были активно прореагировать на то откровение, которое Бог им дал. Мы можем увидеть, что сегодня нам тоже иногда приходится прореагировать активно на те или иные откровения, которые Бог дает нам в Слове Божьем. Один из служителей 20 века, Кеннет Хейген, вы знаете, он описывает, как впервые он понял, что Бог хочет исцелять. Он рос болезненным мальчиком, и у него был туберкулез. И он умирал от своей болезни. Но он рос в бактистской церкви, он любил Библию, однако там никогда не учили об исцелении. И лежа на постели, он нашел места, ранами его мы исцелились. Он увидел места, где Иисус, он исцелял больных, и он для себя принял, что Господь хочет что-то сделать с его болезнью. И он стал экспериментировать. Он стал пытаться вставать с постели для того, чтобы принять это исцеление. Господь хочет меня исцелить, я буду пытаться вставать с постели. Вы знаете, если бы кто-то увидел его, тут же начали бы укладывать. Но он не утратил свое здоровье, он, наоборот, получил исцеление. Это была его активная реакция на откровение, которое он получил из Слова Божьего. Вы знаете, самое главное откровение, на которое мы, как церковь, должны обязательно, активно прореагировать, это поручение проповедовать Евангелие о благодати Божьей. Священное Писание говорит апостол Павел, «Горе мне, если я не благовествую». Очень здорово, если церковь, она принимает, вот именно это как девиз, очень плохо, если мы не несем благую весть. Когда я уверовал в Иисуса Христа, то я очень, знаете, вот настолько прямо это принял для себя, что я должен проповедовать Евангелие на работе, дома, где бы я ни был, можно сказать, в любом состоянии, я свидетельствовал об Иисусе Христе. И, вы знаете, несколько человек в первый же год веры я привел прямо на улице к Иисусу Христу. И совсем недавно мне в сетях одна сестра, она поставила там какой-то комментарий. Вот, и я смотрю, незнакомая мне фамилия, но увеличил фотографию, кто это. И смотрю, эта сестра в 97-м году, я ее привел к Иисусу Христу на улице, и вот она стала частью церкви нашей. И, вы знаете, я пишу ей, «Вика, как дела? Как с верой дела? Как в церковь ходишь?» Она говорит, «Я жена пастора в Смоленске». Вот. Слава Богу, плод умножается, пребывающий плод. Присутствует во времени и увеличивается. Знаете, я через два месяца после уверования привел своего друга ко Христу, одноклассника. Мы с ним пять лет сидели за партой. И вот он уверовал. Потом мы пошли к нашей однокласснице, свидетельствовать ей об Иисусе Христе. Это моя жена. Вот. И когда мы пришли первый раз, мы были немудрые очень. Мы заговорили о спорных вопросах, там законфликтовали. Ну, из уважения к нам она сходила с нами на богослужение, побывала на домашней группе, но была не впечатлена. В общем, она не стала ходить. И однажды к нам в церковь приехал Алексей Павлович Руденький. И Алексей Павлович, он заядлый рыбак. Вы знаете, это просто все знают. Один епископ говорит, «Я ночевал у Руденького». Говорит, «Ночь у меня будет, дождь стеною за окном». Он говорит, «Поехали на рыбалку». Я говорю, «Куда такой ливень?» Он говорит, «Зато клев атомный». Говорит, «Вот такой рыбак». И вот у Алексея Павловича много в проповедях таких, знаете, иллюстраций из рыбалки. И он говорит, «Иногда, вот знаете, с проповедью Евангелия вот мы ловим человеческие души, как нам сказал Христос. Это похоже, как будто ты ловишь рыбу. Иногда рыбу зацепили, большая рыба, и ты ее ведешь, ведешь, и ты устал, уже время уходит, а она не хочет к тебе в лодку». И в конце концов просто берут и отпускают, отрезают леску, «До свидания». Все. Потому что устали, и кажется, нет никаких шансов, слишком уже все долго. Он говорит, «Так иногда бывает с людьми. Вот уже рыба готова сдаться. Она уже готова в нашу лодку». А мы взяли и просто перестали с человеком работать. Евангелизация – это процесс. И Бог сегодня обращается к вам. Вот так вот он проповедовал о том, что ты кого-то бросил, постучи с те же двери еще раз. Мы с Лехой встали после этого собрания, посмотрели друг на друга. Ты о том же подумал? О том же. И мы пошли вместе. Вы знаете, в этот раз мы были мудры, как змеи, просты, как голуби. Мы в это время уже прославляли, в группе прославления служили. Мы сказали, у нас такие избитые голоса. Ты приди, ты поставь нам там, ты научи нас петь. В общем, она стала с нами ходить на репетиции. И однажды, знаете, Дух Святой сошел очень сильно во время репетиции. Есть такие ситуации, когда один человек плачет, а другой смотрит на него, что с ним происходит. Ну, это, в общем, индивидуально. А бывает так, что все переживают присутствие Божия. Это было вот такое сошествие Духа Святого, сильное на всю группу. И Бог прикоснулся к Тане. И после этой репетиции она сказала, я с вами до конца. И мы приобрели эту душу для Иисуса Христа. Возможно, ты сегодня слушаешь вот эту иллюстрацию, и ты понимаешь, что ты тоже где-то перестал стучаться в чьи-то двери. И нужно постучаться еще раз, потому что евангелизация – это процесс. Нужно продолжать вести эту душу в Царство Божие. Вы знаете, это главное откровение, на которое Церковь должна прореагировать активно – это проповедь Евангелия Иисуса Христа. Есть вера спасающая. Это вера, которая приводит нас к спасению. Есть вера экспериментирующая, когда мы берем какие-то обетования, которые даны верующим, и как-то применяем их, пытаясь увидеть их восполнение здесь, на земле. Герои веры, описанные в Евреям 11 главе, имеют и то, и другое. Они имеют и спасительную веру, и в то же время они активно реагируют на те откровения, которые Бог подает им. И вы знаете, экспериментирующая вера, она обязательно имеет свидетельство того, что она как-то угождает Богу. Во втором стихе сказано, в ней свидетельствованы древние. Например, на жертву Авеля Бог как-то прореагировал. Вот мы не знаем, сошел огонь. Но как-то Бог ясно показал, что эта жертва, она лучше, чем жертва Каина. Верую он принес жертву лучше, нежели Каин. Еноха его не стало. Аной он был спасен. То есть Бог на веру каждого каким-то образом засвидетельствовал, что она ему угодила. Вы знаете, когда я уверовал, первые два года я был не женат. И я помню, что однажды я очень ясно понял, что в моем гардеробе не хватает таких, вот знаете, новых штанов. У меня все было. И брюки были, и все было. Но вот просто я понял, что мне нужны новые брюки. Абсолютно такие, вот знаете, на выход. И я принял решение, со следующей зарплаты я себе приобрету новые брюки. Но вот знаете, Бог не дал мне их приобрести. У меня есть двоюродный брат, Вовчик его зовут. И вот он купил, он приехал, он купил такие шикарные брюки вообще. Но Вовчик был высокий, и он постирал эти брюки. И они сели прямо на меня. Даже не успел поносить. Знаете, вот Бог, конечно же, знал, кто будет носить эти брюки. За Вовчика не переживайте. У него была высокая зарплата. Но я пережил то, что все заботы ваши возложите на него, он печется о вас. Я даже не помню, молился я, не молился. Вот Слово Божие. Она говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Писание говорит о том, что Бог, Он способен дать нам несравненно больше, чего мы просим или о чем помышляем. Иногда даже мы не успели даже заговорить. Но вот я пережил это обетование, что вот оно просто сработало в моей жизни. В 1920 году в одной семинарии не хватало денег для того, чтобы она продолжала функционировать. И занятия были отменены, и преподаватели объявили молитвенные собрания. Студенты и преподаватели молились вместе, чтобы появились финансы, и эта школа продолжала служить дальше. И вот один из преподавателей, когда пришла его очередь вести молитву, он вышел, и он зацитировал Псалом 49, он прочитал, «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Господи, весь скот принадлежит Тебе, продай немного скота и дай этих деньги нам». Вот так вот помолился преподаватель, применяя обетование Божие к жизни. Вы знаете, вечером один ковбой постучался в двери семинарии. Он приехал на сделку. У ковбоя нет денег в прерии, у него есть стада, и он пригнал одно стадо и продал его. Это пять тысяч долларов он выручил. Но сделка не состоялась. И у него пять тысяч долларов, которые в прериях не нужны. И вдруг у него зародилось желание пожертвовать. И вот он такой, знаете, неуверенный, предлагал свои пожертвования этой семинарии. А на самом деле что произошло? Сбылось обетование. Люди применили Слово Божие, и оно в результате, это экспериментирующая вера, она сработала, и люди увидели чудо в своей жизни, как Слово Божие воплотилось в тот же вечер. Бог продал немного своего скота и дал им для того, чтобы продолжало функционировать это семинария. Вы знаете, наша церковь недавно проводила уикенд на природе. И вот погода, как сегодня, вот вечером в Бобруйске, вот несколько дней на неделе, вот такая погода. А мы собрались на природу в конкретный день. И вот за день до этого у нас молитвенное собрание, мы молились, Господи, дай нам хорошую погоду, на следующий день солнце. Один-единственный день. А потом снова такая погода. Знаете, кто-то скажет, случайность. Нет, не случайность. Писание говорит, простите, и дано будет вам. Вы знаете, Бог способен подуть на облака, послать ангелов, разогнать их, для того, чтобы показать, что ваша вера, она угождает мне. В вере свидетельствуют древние. И вы знаете, мы тоже получаем свидетельства по сию пору, когда мы проявляем веру на те или иные обетования Божии. И вот давайте вернемся к стигматам героев наших веры, героев веры до потопного периода. Стигматы – это то, что атакует веру, то, что мешает людям верить и следовать тем откровениям, которые Бог дал, уповать на Бога. И мы можем задать вопрос, что же мешало Авелю? Вы знаете, у Авеля искушением было последовать примеру брата, или, скажем так, старшего брата. Дело в том, что Каин был старший, и мы не знаем, насколько. Возможно, они вообще в одной утропе были, а возможно, лет на 30 старше. И вот Каин, просто об этом Библия умалчивает, но Каин был старше. И вы знаете, у Авеля было искушение поступить как кто-то, кто уже шел до него, но он действовал до него, не по слову Божьему. И вот иногда у нас есть искушение, знаете, практиковать нашу веру по традиции. Как меня научили, как бабушка научилась, как в нашем народе привыкли, как вот я где-то прочитал, как я где-то увидел, но это не по слову Божьему. В Евангелии Иоанна, 4 глава, 23-24 стих, Иисус говорит такие слова. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть в дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. В духе – это не в шее, это не в пояснице, это не в коленях, это глубоко внутри. Вы знаете, есть внешние поклонения, есть внутренние. Внешнее без внутреннего – это просто лицемерие. Для Бога гораздо важнее наше внутреннее поклонение. А внутреннее без внешнего быстро угасает, поэтому мы поднимаем руки, хлопаем в ладоши, становимся на колени, и мы как-то реагируем на то, что происходит внутри нас. Но Бог ожидает не просто поклонения в духе, но и в истине, то есть в соответствии с той дорогой, которую Бог проложил в Своем Слове. Вот Он заказывает, как мы должны прийти к Нему. Вот это в истине. И мы видим в Священном Писании, как иногда люди, они вроде бы в духе, они очень искренние, но вы знаете, они иногда поклонялись Богу не в истине. И вы знаете, Бог судил этих людей, потому что одной искренности для Бога недостаточно. Например, Надаф и Авиуд, они только-только стали священниками, вся их семья, отец и четыре сына у Аарона. И вот Надаф и Авиуд, Авиуд, старшие сыновья, они решили принести огонь, эксперимент в поклонении. Вы знаете, и Бог не принял этот огонь. Этот огонь назван чуждым. От Бога вышел огонь и сжег Надава и Авиуда. Так что их тела вынуждены были выбросить за стан. Бог не принял это поклонение. И Бог сказал, в освящающихся, приближающихся ко Мне, освящусь, явлю свою святость. Вы знаете, после этого Бог сказал о том, чтобы священники, когда они священодействовали, чтобы они не употребляли вина. То есть очевидно, что похоже, что они подвыпили и в хорошем настроении решили Богу угодить и принесли вот этот эксперимент с огнем. И я хочу вам сказать, что мы род избранный и царственное священство. И мы священодействуем 24 часа в сутки. Поэтому вино, братья и сестры, не для нас. Аминь. Мы должны бодрствовать и трезвиться, говорит священное Писание. И мы видим, эти искренние ребята закончили гневом Божиим. Одной искренности недостаточно. Мы видим, как при Давиде переносят ковчег. И когда ковчег движется, в Израиле заповедано было, что определенная часть колена левия должна заботиться об внутренней утвари скинии. Это были сыны Каафова. Они должны были нести на своих плечах. Но то ли они не дочитали до этого места, то ли посчитали расстояние слишком большое. И поэтому, вот мы видим, что ковчег, он на колеснице и валы тащат этот ковчег. Казалось бы, все нормально, идет прославление, и вы знаете, нет никакого гнева Божия. До определенного момента ковчег наклонился и Оза прикоснулся. Оза, он относился к сынам Каафам, но он с молоком матери должен был впитать, что ни при каких обстоятельствах он не должен прикасаться к ковчегу Божию. И он умер там на месте за свое дерзновение. Он искренне хотел помочь. Но Бог принимает поклонение не просто в духе, не просто вот это искреннее поклонение. Важно для Бога, чтобы оно было еще и в истине, в соответствии со Словом Божием. На что хочу обратить ваше внимание в этой истории? Вы можете увидеть, что до какого-то момента Бог не гневался. Вот на колеснице они везут, а Бог не гневается. Но наступил момент, когда уже это была крайняя точка, и Бог просто прореагировал судом. И Оза, он умер. И я хочу вам сказать, что иногда мы можем делать какие-то заступы за Слово Божие, что-то делать не по Слову Божьему. И, знаете, и как будто вот спокойно все. Нету никакой реакции Бога. А где вот эта граница, где Бог не гневается? Так в том-то и дело, что лучше этого не узнавать. Потому что, когда ты узнаешь это, это на практике ты уже закончил судом. Поэтому нужно стремиться как можно ближе быть к Священному Писанию, чтобы наша жизнь, наше поклонение, то, что мы делаем для Бога, оно было в соответствии со Словом Божиим. Знаете, не так далеко мы ушли от праздника Пасхи. Вот в славянских странах любят куличи и яйца на Пасху делать. А не знаю, знаете вы этого или нет, но в Библии ни слова про это. Ни про куличи, ни про яйца. Возможно, в древности это как-то украшали свой стол. Единственное, как крестьяне могли там яйца покрасить, сделать красивее, да там что-то из хлеба сделать. Возможно. Кто-то скажет, да я просто хочу свой стол как-то украсить. Но дело в том, что кто-то считает это религиозным актом поклонения. Вот так я угождаю Богу. Это праздник, не праздник, это же Пасха. Я должен это сделать. Чуть ли не грех будет, если ты этого не сделаешь. Вы знаете, и это уже какая-то, вы знаете, это уже какой-то застук. Как я отношусь к куличам и к яйцам? Я отношусь так, я молюсь за них и кушаю их, когда я вижу. Вот. Но сам я их не делаю. Вы со мною? Почему? Потому что этого нет слоя Божия. И Бог этого не заказывал. И вы знаете, им кто-то скажет, ну, вроде бы Бог не гневается. А где эта граница, где Бог не гневается? Вы со мной, братья и сестры? Мы можем сделать путь ко Христу таким сложным, настолько заставить Его нашими какими-то идеями, как мы должны угодить Богу, что этот путь, который простой, посредством пролитой крови Сына Божьего, пролитой на кресте, можно сделать очень, на самом деле, сложным и трудным. И поэтому нашим девизом в поклонении, в служении Богу должны быть слова, которые Иисус Христос произносил в пустыне, когда дьявол Его искушал. Написано. А вот это написано. А вот это написано. Мы должны быть, знаете, как губка, которая пропитана водой. Знаете, с какой стороны ни нажми, из нее вода льется. Вот точно так же, с какой бы стороны дьявол не приходил. Мы так должны быть наполнены Словом Божиим, чтобы наш ответ был написано, написано, написано. Вы знаете, во времена Иисуса Христа у раввинов уже создано было учение о спасении, которое выглядело следующим образом. Для израильтянина, чтобы быть частью Божьего народа, это просто нужно было быть обрезанным на восьмой день. И поэтому ты потомок Авраама, и поэтому ты, собственно, наследуешь спасение. Хотя мы говорим, что иудаизм это спасение по делам, на самом деле учение раввинов, оно предлагало спасение, знаете, такой дешевой благодатью. Просто тебе нужно быть обрезанным на восьмой день, и все, и ты часть Божьего народа. И они говорили, если даже ты окажешься не там, где надо, то Авраам обязательно тебя оттуда спасет и вытащит, и поместит на лоно Авраамова. И когда приходит Иисус, он вообще полностью разрушает эту идею, которая уже устоялась. И он говорит, вы говорите, что вы дети Авраама, вы дети дьявола. Насколько это шокирующе звучало для людей. Однажды он рассказал историю о Лазаре и богаче. Богач оказался в месте мучения, Лазарь на лоне Авраамову. И вот богач, он говорит, ну пусть вот Лазарь мне немножко смочит губы водой. И это намек на то, что Авраам, ты же помочь мне должен. Отче Аврааме, ну пусть вот Лазарь. Это так, знаете, вот так вот он мягко попросил, чтобы Авраам его отсюда вытащил. А Авраам ему не помог. Представляете? Вот такой шок, вот так они привыкли. Авраам, он обязательно, я вдруг он там в вечности узнал, что вот это богословие, оно не рабочее. Оно не действует. И он захотел, чтобы его братья узнали об этом. Пусть Лазарь воскреснет, чтобы они не верили в эту ересь, которую там учат на земле. И вы знаете, ответ этому человеку был такой, они имеют Моисея и пророков. Они имеют священное писание. Этого достаточно. Все, что ожидается, что мы будем действовать, как написано. Что наше поклонение будет в духе и в истине. Это искушение было у Авеля, это искушение есть у нас. Когда мы смотрим на Еноха, то его стигматом веры было вопрос, кому он хочет стать известным. Богу или людям? Небесам он хочет быть известным или людям? Потому что он живет в поколении особых, знаменательных, известных людей. Откройте, пожалуйста, Бытие 4 главу. И мы прочитаем здесь отрывок с 17 по 22 стихи. Я прочитаю для вас. «И познал Каин жену свою. Она зачала и родила Еноха». Это не тот Енох, о котором говорим мы. Енох 7 от Адама, а это 3 от Адама. Это неправедный род Каина описывается. «И построил он город Каин и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирод. Ирод родил Михаэля, Михаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха и взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цилла. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был кавачом всех орудий из меди и железа и сестра Тувалкаина Наема. Вот это все современники Еноха. Енох живет в первом тысячелетии. Он даже застал Адама. И вот здесь мы видим род Каина. Вы знаете, здесь особенные, знаменательные люди. Например, Каин построил город. Ламех учредил многоженство. Иавал был отец скотоводства. Иувал был родоначальником музыкальной индустрии. Тувалкаин, тот, с кого началась тяжелая промышленность. Вот знаменитые люди. А ты Енох. А Енох выбрал быть известным Богу. В своем поколении, скорее всего, Енох совсем не был известен людям. Но его знали небеса. Вы знаете, мы живем в такое время, когда тоже всем хочется быть известным. Вот я здесь, вот я здесь, вот я уже там, знаете, в сетях. Вот я еду в автобусе, а вот я спрыгнула с автобуса, вот я улыбнулась, вот мы с солнцем вместе, вот с подругой встретились. Знаете, ей так хочется быть известным. И вот выбор тоже стоит перед нами, кому ты хочешь быть известным, Богу или людям. У него был конкретный выбор, стать тоже таким знаменательным, возможным человеком среди людей. Но в своем поколении, повторюсь, Енох, скорее всего, не был известен людям. Но он был известен Богу. Он ходил с Богом. И мы видим, что Еноха не стало. То есть, он был переселен в бессмертии, и он стал прообразом удивительного события, которое еще впереди истории однажды состоится, по сути дела, в любой момент истории, в любой момент даже может это произойти сегодня вечером, это восхищение церкви. Такие же образы мы видим и на примере пророка Ильи, который был восхищен в бессмертии, или Господь Иисус Христос восхищается. Все это, по сути дела, образы для нас величайшего события в истории, которое однажды произойдет. Возможно, оно совсем близко. В 1 Фессалоникийцам, 4 главе, 16-17 стих говорится, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем. На облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Я уверен, что это произойдет, мое убеждение. Исследуя Писание, я вижу, что это произойдет до великой скорби. И у меня есть, ну, два таких очень важных аргумента по этому поводу. Первый аргумент, это Даниила, 9 глава, где рассказывается о 77-нах Израиля. Бог говорит Даниилу о 70-ти седминах, которые ожидают израильский народ, твой народ. И вот там говорится, после 69-ти седмин, после того, как будет указ о восстановлении города, 69-ти седмина, и будет распят Христос. Очень легко это высчитывается от времен Ездра, 457-й год до Рождества Христова, и вот распят Христос. И потом последняя седмина, она отдельна. И там мерзость запустения, там, по сути дела, мы видим великую скорбь, которая в книге Откровения описана 6-й по 19-ю главы. Это событие, которое находится накануне пришествия Господа Иисуса Христа. И встает вопрос, а почему такое большое расстояние между 69-й седминой и 70-й? Это то, что называется тайна церкви. В Ветхом Завете, хотя и говорилось о спасении язычников, это не было во всей полноте явлено. И в Ефесянам 2-й главе, 3-й главе мы видим, как апостол Павел говорит тайна церкви. То есть тайна, потому что это не было до конца открыто. Это эпоха между 69-й и 77-й. Это церковь. Когда церковь уходит, наступает время Израиля. Она принимает эстафетную палочку. Израиль принимает эстафетную палочку и говорится о том, что они будут идти, куда Агнец не скажет им идти. И Израиль в этот момент он повернется к своему Мессии. Есть второй аргумент касательно того, почему это произойдет до скорби. Дело в том, что восхищение внезапно, оно неожиданно, оно может произойти прямо сегодня вечером. Но в великой скорби огромное количество знамений. И она начинается в шестой главе уже с того, что умирает четвертая часть населения земли. Но такого события мы еще ни разу не видели. Это только начинается. И там множество различных знаний. Если ты видел антихриста, уже никакой внезапности нет. Она отсутствует. на внезапность нет аргументов. Единственный аргумент заключается в том, что церковь уходит до этих знамений, а потом наступает великая скорбь. Но я возвращаюсь к Еноху. Енох прообраз этого восхищения. Он ходил с Богом. И Писание говорит, его не стало. Приготовься, если ты будешь ходить с Богом, от тебя ничего не останется. Ты скажешь, как апостол Павел, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу плоти, то живу веру и в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И вот мы видим, как в истории с Енохом у него поднимается вопрос, кому он хочет быть известным, кому он будет угождать, кому он будет служить. И он выбирает, что он будет искать похвалы с неба, а не от людей. В Евангелии Иоанна 5,44 мы видим слова Господа Иисуса Христа, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете. Вы знаете, как только мы начинаем искать славу, это похвала, слава, от друг друга принимаете похвалу, а похвалы с небес вы этого не ищете. Как только мы начинаем принимать похвалу от людей, наша вера, она коррозируется, она чрезвычайно страдает. Апостол Павел в Галатам 1,10 сказал, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога, людям ли угождать стараюсь, если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Вы знаете, есть различные лестницы духовного роста, я хочу вам предложить одну из таких лестниц. Есть стадия, когда мы называем человека верующий в Иисуса Христа, верующий. В Евангелии Иоанна 6,47 говорится, верующие в Иисуса Христа имеют жизнь вечную. Верующие. Вот знаете, есть люди, они не стали учениками Иисуса Христа, они просто на смертном адре покаялись, они не успели еще как-то воплотить на земле то, во что они веруют, они просто верующие, но они имеют жизнь вечную. Но есть ученичество. Следующий уровень. Ученичество – это когда ты не просто веруешь, но ты начинаешь воплощать в практике заповеди Господа. Мало того, ты нацелен на то, чтобы передать это учение дальше. Например, Иисус Христос отделяет верующего от ученика в Евангелии Иоанна в 8 главе. 31-32 стих сказано, «Тогда сказал Иисус, уверовавший в Него иудеям, они верят, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Быть в Его Слове – это значит воплощать в практике в своей жизни и стараться научить других тому, чему ты научен. Помните, как Павел говорил в 2 Тимофея 2-2, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Верующий, ученик и следующая ступень – раб Господень. Вы знаете, апостол Петр в первом своем послании представляет себя как апостол Господа Иисуса Христа и не называет себя рабом. Но ко второму посланию он созрел уже. Раб и апостол Господа Иисуса Христа. Поэтому никогда не спешите себя называть рабами Господа. Иногда мы только к концу жизни достигаем вот этой высокой точки, высокая цель, вообще позиция быть рабом Господа. Что такое раб? Ну, это как вещь. Вы знаете, в древности это вещь, на самом деле, это имущество другого человека, если ты чей-то раб. Вот стул, если его переставлять с одного места на другое, он не вопит, он не возмущается. Вот точно так же раб. Это абсолютная покорность, послушание и повиновение. Мы видим, как Бог обращается к Исаию, чтобы он ходил голым три года. Ну, очевидно, нам хочется верить, что он в набедренной повязке, и он ходит босиком, этот образованный, с голубой кровью человек, три года в предзнаменовании о Египте, и Эфиопии, что вот они так будут обобраны. Мы можем увидеть, как Бог обращается к Иезекиилю и говорит, ты 390 дней на одном боку, и 40 дней на другом, и мерой кушай хлеб, в общем, чтобы в туалет не ходить. Поэтому, и вот мы видим, как это вообще, как это можно исполнить. Или Бог говорит Осии, чтобы он взял жену-блудницу. И вот она будет ему изменять, а он будет чувствовать, как Бог, как ему больно. как Богу больно, когда ему изменяет его народ. Мы видим, что эти люди, они были покорны, вот в таких вот, знаете, кажется, тут невозможно быть покорным, но они были покорными. И у рабов есть одно такое потрясающее благословение. Они знают то, что другие не знают. В книге Амоса, 3 главе, 7 стихе сказано, «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам». И последний уровень, который я хочу нарисовать, это друг Господа. Друг. Знаете, он для нас, для всех друг, но не всех он нас называет друзьями. Мы все призываемся в эти отношения дружбы. И в Библии он не так много людей назвал друзьями. Мы видим, что Авраам назван другом, Моисей назван другом. Мы можем увидеть, что апостолы названы друзьями Господа. И я хочу вам сказать, «И мы тоже можем стать друзьями Господа». Это такие близкие, откровенные очень отношения. И когда мы смотрим с вами на Еноха, братья и сестры, то очевидно, что он на уровне раба точно находится. Почему? Потому что у него потрясающие откровения. Например, он пророчествует о втором пришествии, еще когда не было потопа. То пришествие, которое мы ждем, второе пришествие Мессии, еще в его время нету, и первое ждут все. А он видит, второе пришествие, и его слова цитируются в послании Иуды. «Сегридет Господь, как пророчествовал Енох, со тьмами святых своих». И мы понимаем, что это второе пришествие, что он будет судить этот мир. И он видел это. Мы видим, знаете, такая деталь, я сошлюсь на Лестера Самбрала. У Еноха был сын, Мафусал. Лестер Самбрал в одной своей книге говорит, «Мафусал» – это имя обозначает, по смерти его пойдут воды. И если вы посчитаете, я считал, вы, знаете, вы там приходите к там одному-двум годам разницы, до момента, когда Ной входит в ковчег, он умирает. Или в тот же год. Но потоп не застает Мафусала. Он живет больше всех на земле, 969 лет, из упоминаемых в родословиях. И вот мы видим, что после Мафусала приходит потоп. Ной не был первым, кто обладал этим откровением. Енох знал это раньше. Родив этого сына, он назвал его пророчески, что по смерти его пойдут воды. У Еноха были потрясающие откровения. Он на уровне раба, но он не раб. Мы видим, что он на самом деле в отношении к дружбе, хотя он не назван другом. Он ходил с Богом. Ходить, кто-то сказал, это как будто, ну, второе после дыхания. Вот дыхание – это то, чему ты не учишься. Ты родился, и все, и ты свободно дышишь. Даже есть такой анекдот. Ежик забыл, как дышать, и умер. Вот. Невозможно забыть. Если ты научился ходить, обычно не надо переучиваться. Но бывает в некотором, когда кто-то травму пережил, но утром ты не задумываешься, как тебе идти. Ты просто поскакал, как говорят, на одной ноге иногда, уже на работу, потому что ты знаешь, как ходить. Ходить с Богом – это что-то такое естественное, это так откровенно, это так просто. И это у него так получалось, что однажды он так далеко запрел, что Бог говорит, да ладно уже, не возвращайся, обойдутся там без тебя как-нибудь. И вы знаете, и оставил его на небесах. Аллилуйя! Вы знаете, как только, братья и сестры, мы с вами начинаем, принимаем решение угождать людям, обычно мы не принимаем решение, а просто так это получается, то наша вера, наши отношения с Господом, они страдают обязательно и превращаются в такие формальные. Однажды я был служителем одного учебного заведения, и вот я должен был поехать посещать семинаристов. И это такая длительная была командировка на два месяца, а моя жена, она вот-вот родит. Она мне в поезде сообщила о том, что она родила, и что у нас родилась дочь. Но ей нужно взять билеты для того, чтобы ехать на родину. И у нее нету моего паспорта, чтобы получить свидетельство о рождении на нашу дочь. И она приходит в скопии, и там такая сотрудница возмущенная, вы что мне здесь даете, это вообще не документ, это какая-то бумажка. И вот она такая, знаете, ну и моя жена начинает спокойно объяснять, вы понимаете, мой муж в долгой командировке, а мне нужно на детей взять билеты. Ну и вот единственное, что я могу предоставить, это сейчас вот эту бумагу, как копию моего, паспорта моего мужа. И женщина вошла в эту ситуацию, и все там написала, все, в общем, свидетельство заполнила, и вот она поднимается со стула, и вдруг такая трансформация происходит. Поздравляю вас с рождением дочери. Вы знаете, и она, знаете, так неискренне, но так профессионально. Вот это то, что может произойти с нами, когда мы начинаем угождать людям. Наше отношение с Богом, как вы можете веровать, говорит Христос, как вы можете веровать, если вы ищете славу или похвалу от людей. Наше отношение с Богом сразу автоматически становится в какой-то мере формальными. И третий герой – это Ной. И у него есть свои стигматы. Ему надо было строить ковчег, тогда, когда еще не шел дождь. Конечно, он выглядел очень странно в глазах людей, на глазах которых он строил этот огромный корабль. И почему для нас важны стигматы Ной? Потому что Иисус Христос сказал, что как было во дне Ноя, так будет во дне Сына Человеческого. Я хочу выделить три момента от того, что происходило во дне Ноя. Во-первых, мы видим непонятную нам аморальность, которая присутствует там. Сыны Божии, они стали входить в Сынам Человеческим. Есть две версии, я, по-моему, в предыдущем приезде тоже говорил об этом, что сыны Божии, это, во-первых, считаются праведный род Сифа, начали заключать браки с дочерями Каина, вот этот нечестивый род Каина. Мы видим сквозь все Писание, как Библия, она говорит о том, что верующие и неверующие не должны вместе заключать брачные союзы. Это говорилось Израилю, и это говорится Церковью. Во-втором Коринфянам 6,14 говорится, не преклоняйтесь под одно ермо вместе с неверными. Когда два животных, они запряжены одним ермом, одно животное в одну сторону, второе тоже в ту же сторону. То есть вера человека, она сразу очень сильно страдает, когда человек заключает брак с неверующим человеком. Второе мнение, это то, что сыны Божии в контексте Ветхого Завета, это ангелы. В книге Иова говорится, предстали пред Богом, Сыны Божии, среди них Сатана. И здесь встает вопрос, как ангелы могут вступать в сексуальные отношения, ведь в беседе с саддукеями Иисус Христос, Он сказал о том, что ангелы, они не выходят замуж, не женятся на небесах. И вот ключевое объяснение этой стороны, что на небесах. А здесь на земле ангелы иногда приставали в человеческих телах. Они ели, например, у Авраама. Очевидно, на небесах они тоже этого не делают. И есть предположение, что вот таким образом они могли вступать в сексуальные отношения. Это тайна. Мы не видим этого. Мы не знаем, как было на самом деле. Ясно лишь одно, что тут какого-то рода неправильные отношения, касающиеся морали. И я хочу вам сказать, что это то, что происходит и в сегодняшние, в сегодняшние дни, в сегодняшнее время. Во-вторых, мы можем увидеть, что во времена Ноя есть полное пренебрежение духовным. В Луки 17 главе с 26 стиха Иисус Христос говорит, что как было во дне Ноя, так будет во дне Лота. И перечисляется, что было во дне Ноя. Ни одного греха. Ели, пили, женились, выходили замуж, садили, строили. Они и огороды сажали, все. Знаете, такие посвященные материальному миру люди. Так, что для невидимого мира не было времени. Вы знаете, у Исаии звучат такие пророческие слова. Исаия 40 глава, 8 стих. Трава засыхает, цвет увядает. Слово Бога нашего прибудет вечно. Не прилепись к красоте этого видимого мира. Он проходит. Все, что тебя здесь сегодня привлекает, все это проходит. Но есть то, что вечно. И хочешь прилепиться к вечности, привяжи себя к Слову Божьему. Слово Божье прибудет вечно. Есть третий момент, который мы видим в жизни Ноя, что было стигматом его веры. Это пренебрежение его послания. Считается, что он строил 120 лет. Ну, около, более 100 лет. Там звучит такая фраза, да будут дни их жизни 120 лет. То есть, Бог подводит предел жизни того поколения, которое живет в то время, и говорит, все с этого момента. Вот после 120 лет наступит потоп. Все. И дальше мы видим, как Ною дается поручение, чтобы он строил ковчег. И вот это время долгое он строит, и он является проповедником правды, он несет людям Слово Божие. В ковчег только его семья входит. Он в полном пренебрежении вот этим посланием. Со своим посланием. Вы знаете, когда мы несем Евангелие сегодня, мы тоже часто встречаемся с пренебрежением. Вы знаете, мы можем увидеть и большие урожаи, но мы можем увидеть и моменты, когда нас никто не будет принимать. Долго, возможно, никто не будет пренебрегать. Нами будут пренебрегать тем, что мы говорим. Как нам поступать? Мне нравится цитата одного апологета 20 века, Фрэнсис Шефер. Он говорит, победная церковь «Это церковь, которая проповедует Евангелие независимо от результатов, делая это из любви и послушания Иисуса Христу». Есть результаты, нет результаты, но она проповедует Евангелие просто из любви и послушания Господу Иисусу Христу. Вот это победная церковь. Если ты проповедуешь ради результатов, когда их нету, твоя проповедь Евангелия остановится обязательно. Мы можем увидеть, как пророки Ветхого Завета часто посылались, и они не видели никаких результатов. Вот, например, Исаия, я уже говорил, три года ходил голым в предзнаменовании о Египте и Эфиопии. Вот так те, на которых вы собираетесь понадеяться, на кого вы уповать, они будут обобраны, как липко. Не уповать и на них. И нам кажется, ну, соответственно, люди, конечно же, взяли и послушались. Да нет, в 20-й главе Исаия ходит голый три года, а в 30-й главе при благочестивом царе они посылают за помощью при Иезекии и уповают на Египет, когда пришел Синахирим. И они не послушались этого откровения. А Бог Иезекиилю говорит, послушай, я тебя посылаю к народу с внятной речью. Если послал к народу с невнятной речью, они там все покаялись. Но ты идешь к своему народу с таким твердым лбом, они не примут ничего. Вы знаете, а тогда в чем успех служения? Мы же привыкли все цифрами измерять. А в чем успех? А успех в том, что они просто верны тому поручению, тому служению, которое Бог им доверил. Все это верено. Продолжай. И в этом и успех библейский. Аминь. Вы знаете, есть и современные стигматы. Их на самом деле очень много. Но я хочу лишь остановиться на одном из стигматов заключения, современных стигматов. Этот стигмат заключается в том, что мы можем сегодня активно злоупотреблять понятием веры. Вера – это то, посредством чего мы получаем спасение. Благодатью вы спасены через веру. Сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но пройдите сегодня по улицам, как много верующих в Иисуса Христа, которые не соответствуют библейскому стандарту – быть верующим. Понятие веры очень легко злоупотребить. Есть вера спасительная, которая приводит человека к спасению. Есть вера экспериментирующая. И когда мы смотрим в послание евреям 11 главу, у людей там и спасительная, и экспериментирующая вера. Например, об Авелии сказано, что Бог засвидетельствовал о дарах его, что он праведен. Смотрите, он и спасен, и у него экспериментирующая вера. А Енохе сказано, что прежде переселения он получил свидетельство, что угодил Богу прежде переселения. То есть экспериментирующий переселен, а еще до этого у него было какое-то свидетельство, что все нормально у него в отношениях с Господом. То же самое Ноя. Если вы посмотрите в Бытие 6 главу, вы увидите, что у него было спасительное время. Ноя обрел благодать в очах Господа. Вот житие Ноя. И это праведный человек. Но в то же время у него была экспериментирующая вера. Это его реакция на ковчег. Как он реагировал на это откровение в послушании. И то, и другое. Вы знаете, Библия говорит о странности одной, что иногда люди, они могут иметь экспериментирующую веру. Беспасительные. Матфея 7 глава. Известный очень текст для нас. С 21 по 23 стихи. «Ни всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Кто-то скажет, но это люди утратили веру. Вы знаете, я верю, что иногда некоторые люди действительно могут утратить веру, но здесь, в этом отрывке сказано, никогда не знал о вас. Христос говорит не просто, вот я вижу тот момент, когда ты потерялся и сошел с пути. Здесь говорится, никогда ты не был со мною. Дело в том, что в дверях Божьего Царства Бог проливает благодать Божию, и эта благодать, она для того, чтобы мы совершили первое важное дело, это обратились. Первое дело веры, которую мы должны совершить, это обратиться. Но иногда люди начинают служить этой благодатью достаточно эффективно другим людям, экспериментирующую веру применять. И вы знаете, а спасительной веры нет. Экспериментирующая вера помогает другим. Спасительная вера меняет тебя. Есть такой странный парадокс. Библия говорит о том, что мы спасены не делами, не верой и делами. Мы спасены только верой. Только верой. Это реформаторский принцип. Но в то же время, тот же апостол, который сказал, что мы только верой спасаемся, он, например, говорит в 1 Коринфянам, 6 главе, 9-10 стих. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Так, Павел, что-то не поняли. По делам все-таки. Вера и делами. Нет только веры. А как же здесь? А просто твоя вера, если она настоящая, она обязательно тебя изменит. Мартин Лютер это выразил следующим образом. Вера, когда Мартину Лютеру показывали людей, говорит, ты говоришь, что только верой, посмотри, эти люди считают себя христианами, смотри, они не живут по-христиански. И Мартин Лютер, он выдвинул следующий тезис. Вера одна не бывает. Ты спасаешься только верой, но вера одна не бывает. Она обязательно изменит того, кто уверовал в Господа Иисуса Христа, если это спасительная вера. Я хочу рассказать вам свидетельство одной сестры. Однажды я проводил семинар в Хабаровске. И там одна сестра, она подошла ко мне и сказала, вот, пастор, как-то для славы Божьей используйте. Это то, что Бог сделал в моей жизни. И сестру взвалил, и я думаю, что она жива еще, поэтому, может быть, лет шесть назад была Лариса. И Лариса в этом свидетельстве, она мне ничего не рассказала. Я просто вот прочитал о том, что с ней произошло за полтора года жизни. Когда она вручила мне это свидетельство, она была уже верующей больше десяти лет, но это произошло где-то в 2001, вот в это время, в эти годы. И там она описывает о том, как она закончила народно-хозяйственный институт, вышла замуж, муж-медик, по распределению поехали в Комсомольск на Амуре. И там такое общение, у них был круг общения, там были и преступный мир. И предложили наркотики. Она говорит, если алкоголь я избегала, люди быстро очень свое достоинство теряют, то, в общем, попробовали наркотики, и как-то это было не так, как алкоголь показалось. И говорит, но постепенно вот этот греховный механизм был запущен. Она говорит, я стала иногда отпрашиваться с работы, иногда не выходить на работу, иногда опаздывать. И наступил момент, когда пришлось с работы расстаться, но денег все еще семье хватало. Но потом грех привел к тому, что они с мужем разорвали отношения. Она говорит, я вынуждена была вернуться в Хабаровск. Но в Хабаровске она связала жизнь с одним старым знакомым, снова у нее хорошая работа, снова деньги. И она говорит, и падение в этот раз намного быстрее. Она говорит, я просто была во всех притонах города, меня знали. Она говорит, у меня выпадали зубы, туберкулез на стадии распада. Периодические какие-то, говорит, я спала то с одним мужчиной и жила, то с другим мужчиной. Потом, у меня редкие какие-то передышки были в больницах, туберкулезное отделение и Кошвен, где она там лечилась от своих венерических болезней. И вот однажды в Кошвен пришли люди из церкви и проповедовали Евангелие. Она говорит, слезы лились сами. И я приняла Христа спасителем. И вот она говорит, что появилась какая-то неясная, но такая светлая надежда внутри, что что-то должно измениться в моей жизни теперь, с моей верой в Господа. Мне подарили Библию, позвали в церковь. И она говорит, я готовила такую долгую речь, когда встречусь с пастором. И говорит, а все, что сказала, как долго я вас ждала. И пастор начал молиться, и вы знаете, у нее тошнота появилась. Она начала ее рвать, ее начала там колбасить. В общем, она пережила освобождение. И в тот день, когда она вечером была возле форточки в своей палате, она туда закричала всеми легкими от переполняющих чувств. Я счастлива! Вы знаете, 12 лет у нее было такого ужасного падения. Она описывает, что в какой-то момент она попросила маму забрать с остановки. Мать подъехала, никак не могла найти свою дочь, потому что сидела старуха. Старухе было чуть больше 30 лет. Разрушенная жизнь. Гепатит С, туберкулез на стадии распада. За полтора года с нее сняли инвалидность. Никакого туберкулеза, никакого гепатита С. примирилась в отношениях с дочерью. Ее родители построили снова отношения. Родители ходят в церковь. И она говорит, и я не умолкаю, проповедуя людям об Иисусе Христе. Как Писание говорит, я веровал и потому говорил. И мы, имея тот же дух веры, веруем и говорим. Аминь. Она уверовала. Она изменилась. Вы со мной? И Писание, она призывает нас во втором Коринфе нам 13,5. Испытывайте самих себя, верили вы. Потому что мы можем иметь экспериментирующую веру, видеть результаты в помощи другим. Вы знаете, и Бог милостиво, благодать свою проливает, и при этом не быть спасенными по причине. По причине того, что наша-то жизнь не изменилась. И я хочу тебя оставить сегодня с этим вопросом. Верили ты? Давайте встанем помолиться. Небесный Отец, превозносим Тебя. Господь, мы просим Тебя, помоги нам испытать свое сердце. Мы нуждаемся в Твоей помощи. Господь, если мы никогда этого не делали, мы хотим вручить свои жизни в Тебе. Господи, возьми наши жизни, чтобы наши жизни были жертвы живой, святой, благоугодной Тебе для разумного служения. Господь, пусть это слово принесет плоды для Тебя. Пусть оно говорит к нам, когда мы придем домой. Господи, помоги нам слышать Твой голос. Говори между словами. Говори, Господь, вдогонку этих слов. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты разбудил нас. Господи, и мы переживаем свои стигматы сегодня. Помоги нам, несмотря ни на что, уповать на Тебя, быть верными и следовать за Тобой и приносить Тебе плод. Господи, ты ожидаешь, что мы будем послушны в проповеди Евангелия. Господи, что мы будем открывать уста и свидетельствовать о нашей вере в Тебя, Господь. Помоги нам делать это не только на собраниях в церкви, но помоги нам это делать публично и посреди неверующих людей. Господи, Ты великий, Ты достоин славы, Ты достоин, Господь. чтобы мы служили Тебе. Мы хотим это делать, Господи, из благодарности. Спасибо Тебе за Голговский крест, за спасение, за искупление наше, за то, что Ты омыл нас своей святой кровью, очистил нас от грехов наших, от наших пороков. Господи, мы просим Тебя, помоги нам продолжать свой путь освящения, путь перемен, Господь. Помоги нам сегодня на этом месте убедиться, что наша вера не просто экспериментирующая, но спасительная вера, Господь. Мы просим Тебя, отче, Господи, помоги нашему неверию, там кто, если кто-то сомневается, Духом Твоим святым, помоги, Господь, сойди на нас с Духом сокрушения и покаяния, Господь, прости нас за заигрывание с грехом, прости нас, Господь, за то, что в духовный мир иногда, может быть, смеется и указывает на нас, что это Твои дети. Господь, мы просим Тебя, мы хотим, Господи, быть свидетельством славы Твоей, Твоей святости, Твоей красоты, Твоих удивительных планов, помоги нам жить, подчиняясь Тебе. Вера бездел, мертва. Господь, я прошу Тебя о том, чтобы это Слово проросло в наших душах, чтобы оно воткалось в ткань нашей души и стало частью нашей жизни. Я благодарю Тебя за долготерпение моих братьев и сестер, за открытые сердца, и я верю, что люди слышат Твой голос. Да будет Тебе слава и честь во имя Иисуса Христа. Аминь.